ОМЗАП, всем доброго дня У нас Kia Mahav, 23 год D6EB Уже не я 23 год Сгорел поршень Поршень сгорел первого цилиндра На пробеге 18 тысяч километров Мотор Выдернули Вот так здесь все выглядит Теперь Мотор у нас снят Обязательно С гидроприводом на рейку Надо необходимо подкладывать Под АКПП Мягкую подушечку Мотор снят, разобран Отдефектован Все очень страшно Сейчас Вкратце покажем и расскажем Вот у нас разобранный мотор Вот так выглядит поршень То есть Кольца даже Не успели Разбежаться Или вылететь И вот Прям Все выгорело Первое было предположение Что масляная форсунка Заклинил Клапан Это такая штучка Но Во-первых Он работает То есть Пропускает Через себя масло Давление Это первое Второе Клапан распределяет На два поршня То есть Первый и второй Видите как Форсунка двойная Поэтому Если клапан клинит То убивает Сразу два поршня А не один То есть Сама форсунка Тоже отлично дуется Никаких проблем нет Что у нас В ходе дефектовки Еще сразу же Напомню что Коллектор В первом Когда Сгорело Масло попало В турбину То есть Стало выкидывать И масло попало Еще во второй цилиндр И шатун второго цилиндра Ударило Был Небольшой Гидроудар Его согнуло Но Визуально Мы этого не видим Померили Он гнутый Он гнутый И у него Эллипс на шейке Что подтверждает Вкладыш Вот То есть До самой меди Продрало его Второй При этом На первом Где он сгорел Вкладыш выглядит Гораздо лучше Вот он То есть Видите как Именно Попавшееся Масло Которое попало У нас Проскочило Сразу То есть Масло Идет Где легче То есть Проскакивает Прямо А прямо Это Во второй Цилиндр То есть Заскакивает Со стороны Первого Проскакивает И упирается И попадает Сразу В первый Во второй Вот На втором Разбило Коленчатый вал Померили Остался Ровный Не согнуло Да Есть Остатки Частицы На шейке Шатунной Второго Осталось Вот Шатун 1 На выброс Пять Оставшиеся У нас Целые По Оставшиеся Цилиндрам По всем Есть Небольшие Небольшие Задирчики Видны Следы Перегрева То есть Там Прям совсем Чуть Видно Вот Смотрите Это Вопрос Ответ О качестве Современных Машин Если Приглядеться Вот здесь Это Шестерня С демпфером То мы Увидим Что На нижней части Вот здесь Выработка Больше Чем На верхней части Демпфера Вот Видите Как работало А Произошло Это Потому Что Сняв Крышку ГРМ Я обнаружил Что Вот Эта Резиночка То есть Приклеенный Кусок Резины Просто Отвалился И Ввалялся Вот так Рядом И Она Работала Вот То есть На одной Стороне Вот вам И качество То есть Во первых Она Довольно Жесткая Во вторых Она Как-то Клеилась Или Что-то Что Это Был Заклей Что Так Все Отвалилось Непонятно Самый Главный Вопрос Начал Расти Уровень Уровень Масла То есть Забилась Опять Экология То есть Сажевый Фильтр Был Забит Дистопливо Также Попало В двигатель Вот Уровень Стал Расти И Когда Забивается Сам Сажевый Фильтр У нас В двигателе То есть Подскакивает Как Нагрузка Так И Температура Камеры Сгорания Все Случилось Это На скорости 180 Просто Что-то Хлопнуло И Бах И Вот Такие Дела Остатки Поршней Теперь Присутствуют Везде Во всем Двигателе Особенно Это Видно На Успокоителях Цепи Вот Они Прямо Они Туда Впаялись Вот Прямо Они Шершавые То есть Остатки Поршней То есть Они Везде Они Масляном Насосе То есть Масляный Насос Под замену Они На Различных Успокоителях Вот Сейчас Возьму Самый Главный Вот Он Это Натяжитель У нас Масляный Насос Чепи 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 Поршня Их Вдавило Вкатало Туда То есть Прямо В пластик Везде Везде Лопатки Вроде Вроде Когда Когда У нас Попала Стружка Или Допустим Частицы Разрушенного Поршня Все Элементы Связанные С давлением Масла Идут Под замену То есть Это Вкладыши Гидрокомпенсаторы Гидронатяжители То есть То что Нельзя Отмыть Теплообменник Ну и Покажем Что случилось Произошло С блоком Такой В практике Умза Впервые Так Так Вот У нас Количественный Вал Все шейки Как коренные Так шатунные Все Прекрасно Себя чувствуют То есть Даже Первого Где был Разрушен Поршень За исключением Вот второго На втором У нас Есть Остался Налет От вкладыша Его мерили На биение Мерили На то Что лопнул Не лопнул Смотрели То есть Мерили шейки По Размеру Она Осталась В норме Тут даже Есть предположение Что Она Чуть больше Чем Должно Быть Часто Такое Происходит Когда Вкладыш Должен Стоять Бесцветный Оставил Желтый То есть Даже С учетом Что сейчас У нас Произошел Износ Шейки Она Осталась Зазорь Тут Вопрос Сразу Встает Это как То есть По идее Есть Выработка И оттуда Вы сняли А Зазор Остался Стандартный Так Бывает Когда На заводе Вкладыш Путают То есть Неправильно Ставят Бензиновых Довольно Часто Так Происходит Дизельных Более Реже И вот Здесь Уже Внутри Смотрите Здесь Уже Более Менее Посильнее Видно На второй Шейке Если Полировку Берет Ее То Вал Останется В стандарте Первое Смотрите Смотрим Второй Цилиндр У нас Пошел Небольшой Некритичный Задир Полоска Давай Больше Бери И вот Она Видна То есть Она Пошла А Также У нас Есть Следующих То есть В третьем Шестом Не Не Там Их Видно Вот Они Вот Здесь Вот Допустим Вот У нас Третий Они Прям Явные Они Есть Просто По ту сторону Здесь Вот Поменьше В пятом В пятом Она Поменьше А вот Что Произошло С первым Не знаю Получится Или Как-то Вот Так То есть Прям В самой Гильзе Огромная Дырка И Она Скорее Всего Сквозная Так Если У нас Верхняя Часть Гильзы Получается Здесь Приблизительно 4 Миллиметра То Опустишься Чуть Ниже Видно Что То есть Она Там Становится Уже То есть У нас Где-то Примерно 3 Тире Три с половиной Миллиметра Всего Сама Гильза То есть И там Уже Рубашка Ухлаждение Вот И Судя По Именно Вот Прогару Он Очень Глубокий Там Тоже У нас Примерно Два С половиной А то И Три Миллиметра В глубину Здесь Здесь Также Остались Частицы Поршня То есть Прям Они Кусками Остались У нас Вот Она Очень Глубокая Первое Первое Это было То есть Хлопок Когда У нас Отказал Первый Цилиндр Перестал Работать Хлопнуло Так как Картерные Газы Были Бешеные Хлопнуло В обратку То есть В корпус Воздушного Фильтра Также С бачка Расширительного Стало Выбрасывать Резко Антифриз Вся Система Охлаждения То есть Это Помпа Прокладки Затяжка Болтов ГБЦ Все было Проверено Все было Хорошо И Единственная Единственная Версия Версия Что Вот здесь Гильза Лопнула То есть Либо она Сгорела Насквозь Но При этом Вот здесь Видно Что мы Ее даже Грели С другой С стороны Рубашкой Залазили к камерой Эндоскопом То есть И вот Вот эту Маленькую Может быть Трещину Которая там Имеется Мы Не смогли Увидеть Ее Вот прям Визуально Да Нужно Растачивать гильзу Тогда Тогда мы Увидим Она Лопнула Или Прогар Там У нас Есть Ну Вот Такая Печальная История Вышла Не знаю В практике Вот ОМЗАП По дизелю Вот Вот Так Чтобы Сгорела Гильза Ну Это Впервые То есть Какого-то Опыта Большого Нету Допустим Да Там Из-за Экологии Попало Дистопливовое Масло Ну Разные Случаи То есть Поломок Там Голодания Но Вот Это Вот Прям Непонятно Что это Случилось Зачем Это Случилось Возможно Да Видно Что Это Перегрев Прогорать Стало В одном Месте То есть Появился Нашел Хлабое Место Появился Свиш И Стало Его Сжигать Возможно Что Да То есть Может Быть С поршнем Бракованный Может Быть Что С Зазором Было На Этот Случай Пока Есть Только Догадки Есть Версии А Точного Ответа Пока Нет Продолжение следует Продолжение следует